Всем привет! Мы недалеко от Альфа-Раби, а это дом Арманджана Байтасова. По современным меркам такая территория, это прям успех. Я вижу, какой потенциально большой эффект может иметь само проведение Азидаусы в Алматы. В Казахстане очень много талантливой молодежи. В данный момент появляются, зарождаются звезды, зарождаются таланты, которые окажут влияние не только на нашу эстраду, они вообще, как Димаш. Димаш же тоже не просто так, не из откуда. Димаш тоже один из лауреатов Жасканата, по большому счету. Если вы хотите посмотреть на будущее Казахстана, внимательно смотрите за рейтингом Соти Адди Соти. Можно ли купить обложку Форбса? Да нет, конечно, это невозможно. Арманджан Мерикевич купил Роуз-Ройс Гоуз. Полоса в целом опция, а вот такая полоса – это отдельная опция, что говорит о том, что у Арманджан Мерикевича есть вкусный. Спасибо огромное, спасибо. Вы красавчик, посмотрите. Всем привет! Мы недалеко от Аль-Фараби, а это дом Арманджана Байтасова. Пойдемте посмотрим, что к чему. Приветствую. Сразу наденем вам петличку. Рад видеть, заходите. Пойдемте. Прямо такая гермисовская... А, да, перейдем сразу к подаркам. Мы производим самый лучший алматинский кофе, поэтому все виды и Ориджинал, и Алма-Ата, и Олов, и Казак Блэнд, друзья, заказывайте себе в кофейне, в рестораны. Это очень жесткая рекламная интеграция. Это мне очень нравится. Лучше начать не сразу, да, с рекламной интеграции, со всех этих людей. На минутку зайдем, может быть, этот, в дом, а потом этот... Большая территория, да, у вас? Да, территория большая. Сколько соток? 90 соток. Сколько? 90. Можно живой комплекс было построить. Просто мы не думали, что это хороший бизнес, когда мы выбрали этот дом. Вернее, когда начинали строить, мы не предполагали. Но он у вас давно, да? Мы начали строить в 2003 году. А, ничего себе! 20 лет может строить. Получается 20 лет. Да. Вот видео. Здравствуйте. Здравствуйте, Диля. Рады вас видеть. Думаю, 20 лет, да, уже? Ну, не 20. Не, мы 20 лет начали строить. В 2003 году мы начали строить. А строили долго, да? Ну, два года. В 2005 году уже был построен. Нет, три или четыре года. Нет, ты что, в 2005 году уже все было готово. Ну, получается, почти 20 лет, и он в отличном состоянии. Не, ну, мы же ремонт делали. Ремонт делали. У него уже дизайн поменялся. Да, чуть-чуть менялся. Классно. Ну, рояль остался такой же, как с самого начала был. А вы умеете играть? Да, да. Конечно, все умеют играть. И нас поразило в свое время. Мы когда были за границей, когда ходишь, нас поразили вот эти рояли тогда появились, которые играют сами. Мы были так удивлены и решили взять домой именно такой рояль, который можно саму играть, и чтобы он еще играл без нас. Ну, почему-то дом у вас выглядит новее новых, несмотря на то, что ему уже 18 лет. Да, потому что заставляет меня аккуратно пользоваться. Нет, я его поставляю ремонт делать. Я здесь редко без тапочек вообще хожу. Всегда только босиком. Диляра, кто здесь живет в вашем доме? Вы, Арманжан? Арманжан, вот сейчас Айдан с нами живет. Да, а младшая дочка в Лондоне, старший сын отдельно уже все, он женился, все уже отдельно. По сути дела, мы живем втроем, можно сказать. Нам гости приезжают еще. Ну, у нас, да, у нас очень много гостей. Кстати, вы часто гостей, да, приглашаете? Я об этом слышу. Очень часто, очень часто. У нас, если раз в неделю кто-то не приходит, у нас как-то этот, мне становится грустно немножко. Диляра, вам не сложно столько гостей принять? Ну, не знаю, я как-то уже привыкла. И потом, не знаю, мне не сложно. Я все время, несмотря на то, что я кого-то еще мне помогает, я все равно сама на кухне всегда. Для меня это не сложно, хотя... Диля, у нее этот фирменный плов какой-то есть? Причем она рецепт не может сказать. Слышка какой-то, вы его пробовали. Да, да, я его пробую постоянно, да, как бы. Я понимаю, что рецепта нет. Я вижу, что она все делает на глаз вообще. Ну, это профессионально. Да, это уже за эти годы автоматически. Были часто моменты, звонили, Диля, мы выезжаем, гости выезжают. На моей памяти это самый большой диван, который я когда-либо видел вообще. Мы его сделали специально, потому что в гостиной очень много людей собирается, чтобы могли все разместиться. У нас часто бывают же артисты, играют на рояле, там что-то там. То есть вы сохранили, ну, вот эту нашу традицию звать много гостей? Прямо, это прямо наша традиция. Здесь у меня идут уроки казахского. Здесь по утрам я быстро провожу уроки казахского. И здесь... Нет, еще Zoom видите, стопку книжек. Да. Он сюда ставит телефон и проводит Zoom. Компьютер, я тебе ставлю. Компьютер ставлю. А, это подставки? Это подставки, да, удобный компьютер, да, раскидывается. Диля, разим вопрос быстро и перейдем к Романжану. В чем секрет вот таких долгих, классных взаимоотношений? Ну, не знаю. Насчет классных... Насчет классных тяжело сказать, да? Не, нормально, ну, не знаю, давайте про секреты. Знаете, секрет невозможно говорить, потому что отношения же еще не закончились. Потому что он секрет. Класс. Как закончится, я вам скажу. Как закончится отношение или вся страна узнает? Классно. Ну, просто вы всегда вместе, и я на всех мероприятиях вас часто вижу вместе. И всегда вы так гармонично, красиво смотритесь. Поэтому, поэтому всегда я их хотел узнать. Ну, вы знаете, наверное, потому что еще отношения не закончились, поэтому секрета нет. А как будет секрет? Потому что закончились. Классно. То есть вы до сих пор в таких отношениях прям настоящих. У нас есть всегда о чем поговорить. Всегда есть о чем поговорить. И поговорить, и самое главное подискутировать. Да, да, я, Диля говорит, я уже нервничаю сразу. Видите? Вы уступаете обычно? У нас же есть старая привычка. Это старая поговорка есть. Арман, ты хочешь быть правым или ты хочешь быть счастливым? Я выбираю, конечно, быть счастливым. Зачем мне доказывать, что я прав по сто раз? Вот, друзья, вот это лайфхак. Мы идем сейчас. Ну, вот этот сад мы отрисовывали еще в 2003 году, когда занимались, вот как будет стоять дом. И мы сразу же думали, как это все будет происходить. Нас всегда спрашивали, почему вы не посадили елки? У нас, потому что у соседей все подсадили большие елки. А, кстати, да, как-то не по-алматински. У нас в 8-м листе, да? А я, у меня, например, я понимаю, что сад должен быть сезонным. У него должно быть лето, зима, весна, осень. А у вас разное сведение еще? Да, да, а если ты посадишь одни елки, то этого ощущения нет. Смотри, настоящий парк. Так, заходите, это нам... Это, получается, летний домик. Это летний домик, и мы здесь завтракаем, да, гостевой домик. Здесь гости к нам приезжают, кто, они все здесь останавливаются, кто к нам в гости приезжает. Они на втором этаже размещают. Какой гости, гостевой домик? Не, ну мы здесь, потому что вот дома там больше 12 гостей не соберешь. Ну, 14, и потом, когда к нам приходили гости, мы все время пытались так... Как в казахских семьях обычно мы доставляли табуретки, и так как-то уплотнялись, и становилось интересно. Поэтому, когда мы... У нас здесь была, вообще-то, маленькая терраска, прям летний домик был. Он был маленький, и даже туда уже гости не помещались. Поэтому мы решили построить... Большой? Большой, и вот Арманджан, вот это все сделал Арманджан. На самом деле дизайн сделал. Своими руками. Своими руками я практически сносил. Это динамский стиль, это он выбрал, камин, то есть вот этот гостевой домик. Это все работает, все по-настоящему, мы сидим у кого-то камин. Гостевой домик, он полностью, полностью по своему усмотрению, по своему желанию, по своему представлению о том, каким он должен быть, он его поставил. Я как будто бы в каких-то очень дорогих европейских фильмах. Все со вкусом, изысканно. Точно выверенный процесс для идеального результата. Всегда. Даже в мелочах. Борг. Умный чайник, который сам заваривает чай. Арманджан Миркевич, ну все-таки Азия отдался. Как так получилось? Эта история для меня, она на самом деле большая. Расскажу сначала шорт-версию, из-за чего все началось. В прошлом году приехала ко мне Ирина Ковыряка, она соратница Мурата Иргалиева и Александра Пономарева. Тяжело, мы встретились, мы, конечно же, давно друг друга знаем, там больше 30 лет. И она мне рассказала историю, что произошло после ухода из жизни Мурата Иргалиева и Пономарева. Александра рассказала и говорит, что вот сейчас там, конечно, идут определенные процессы, связанные там с наследием, со всеми вещами, да, как бы. Но самое главное то, что без них, само собой, все процессы остановились, связанные с конкурсом, ЖАС-Канат, с фестивалем Азидаусы. Все это уже как-то стало забываться. Было бы хорошо, если можно было бы это восстановить и сделать. И мы заговорили сначала, я понимал, что на тот момент слишком много времени уже прошло, после Азидаусы, после всего. Но вот бывает, что вот что-то кольнуло, потому что есть личные взаимоотношения, которые помогли мне установиться как профессионалу в жизни. Первая моя работа, которая была официальная, это была внутри Азидаусы. И еще студентам, практикантам приходил, учился именно как работать на телевидении, именно у этих людей. И для себя уже, в принципе, понимая, что это будет очень тяжело сделать, оба этих проекта, я внутренне уже согласился в тот момент еще. Хотя мы еще долго с Ириной разговаривали, и она вдруг даже нашла стихи, которые, я представляю, в 89-м году было такое время, я писал стихи. И попросил одно время Мурата Жимовича просто посмотреть, отредактировать, если возможно. Отдал, а потом, ну и забыл, как всегда бывает. Особенно в медиа, вы лучше меня знаете, да, что в медиа всегда каждый новый день тебя захватывает, и ты в этом потоке несешься. И вдруг Ирина, я когда зашел к ним в офис старый, еще их офис Азидаусы, Ирина достает, говорит, Тарман, вот посмотри, узнаешь, не узнаешь, это Мурата стихи. Я говорю, слушай, Ирина, это мои стихи. Оказывается, Мурата Жимович держал эти стихи у себя под рукой, меня это вообще, я редко, да, можно там зайти до такого состояния, чтобы там слеза навернулась, но в этот момент у меня реально слеза навернулась. Вы стихи писали? Я писал стихи, и меня... Это из-за диляры? Да, 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 это было даже до диляры еще писал стихи, да. И у меня кольнуло сердце то, что Мурата Жимович сохранил эти стихи, держал у себя. Я иногда свои вещи не могу найти дома, да, как бы там, там, среди документов, сценарий мы там ищем, можем искать, ругаться, а здесь он их сохранил, держал их рядом с собой, а у меня так получилось, что я даже, ну, не попрощался с Иркалиевым в момент, когда он уходил из жизни. Понятно, это была пандемия, 20-й год, но вот внутри меня тоже встала такая вещь, что я точно буду заниматься и жас-ханатом, и азидаусы хотя бы, чтобы в память о тех людях, которые подняли такие крутые проекты еще по советским временам, которые сделают проект, который значим для всего советского союза, постсоветского пространства. И поэтому, ну, сказал, что я буду этим заниматься. Для вас это лично? Для меня это лично, это не бизнес для меня, это именно вот такое, да, как бы. И помимо еще всего, я вижу, какой потенциально большой эффект может иметь само проведение азидаусы в Алматы, это же говорит о том, что здесь все спокойно в стране, что здесь в стране занимаются культуры, что здесь приезжают музыканты, что здесь соревнуются там певцы, да, как бы сюда приезжают туристы. И азидаусы может выполнить вообще роль такой приливной волны, на базе которой поднимутся вообще все лодки. Все, и гостиницы, и рестораны, и туристические направления, да, да. Это бренд, это, да, это может привлечь еще больше людей в нашу сторону. Не только музыканты, да, это туристический бренд. И с этой точки зрения, вот вторая мотивация, то, что из-за чего азидаусы, я думаю, что еще из-за этого надо делать, и я хотел бы, чтобы он получился. Жасханат уже прошел. Жасханат прошел. Это же благотворительность? Жасханат по большому счету, да. Я, может быть, и сам не так сильно верил в Жасханат, потому что у меня все мысли там вокруг азидаусы, но после того, как я увидел, какое количество заявок пришло даже после нашего небольшого информационного сообщения, я был просто поражен. А когда я послушал еще все материалы, мне было тяжело самому принимать решение, как бы я представляю, как отборочной комиссии было тяжело принимать решение, кто же попадет в финал и какие произведения можно будет услышать, выступая на публику. И сначала мы думали, что мы отберем 15 конкурсантов, потом 17, потом 18, 19. В итоге у нас выступало 20 конкурсантов, потому что вот не взять их было нельзя. Это были все крутые финалисты, которые реально прошли в отборочную тур Жасханата. И само даже, когда я уже слушал на отборочном туре, меня это невероятно само вдохновило. Я увидел, что в Казахстане очень много талантливой молодежи. И в Казахстане у нас еще вот в данный момент, в данный момент появляются, зарождаются звезды, зарождаются таланты, которые окажут влияние не только на нашу эстраду, они вообще вот как Димаш. Димаш же тоже не просто так, не из откуда. Димаш тоже один из лауреатов Жасханата, по большому счету. Жасханата раньше много звезд открыли. Очень много звезд открыли. Эти конкурсы, они очень важны. Одни конкурсанты должны видеть друг друга, чувствовать друг друга, конкурировать между собой, дружить между собой, коллаборации делать. Это все будет двигаться и все будет помогать для дальнейшего развития. И вот этот Жасханат в момент подготовки меня еще больше вдохновил и еще больше укрепил в мысли, что нам нужен такой большой проект, как Азида Усэ, нам нужно делать что-то такое яркое. Тем более, что уже тоже в процессе подготовки к Азида Усэ мы пришли к выводу, что на территории азиатской части света нет такого большого конкурса, уже 20 лет, Voice of Action 20 лет назад закрылся, который выполнял бы вот эту функцию, такую же, как Евровидение в Европе, у нас мог бы эту функцию выполнять Voice of Action 20 лет назад. В принципе, Казахстан со всех точек зрения очень хорошо подходит к тому, чтобы именно здесь начался этот процесс, где... Мы все мечтаем вступить в Евровидение. Ничего страшного, нам не надо, мы сделаем свое, и мы это возглавим еще движение. Правильно, да. Азиавидение. Азиавидение. Voice of Action, уже даже выдумывать не надо, название есть, Голос Азии, Voice of Action. Как думаете, получится вернуть статус фестиваля? Потому что раньше, я помню, в лучшие года это всегда была разминка для многих артистов перед Евровидением. Да, да. Теперь, я думаю, что будут искать другие разминки, чтобы выступать на Азии Даосе. В этом году мы проводим старт-концерт, в этом году это будет еще не конкурс. Мы только оповещаем весь мир, что начинается процесс сбора заявок, начинается вот система нашей голосований, мы ее тоже объявим, и мы покажем всему миру, что вот есть такая красота, есть урочище Медео, есть стадион Медео. Когда будет, извиняюсь, сразу? Сам фестиваль начинается 28 июля, 28, 29, 30 июля, в течение трех дней, 5, суббота, воскресенье, прямо алматинская классика. Все как любят наши алматинцы, и гости южной столицы. Но мне кажется, только вы могли, наверное, сделать фестиваль заново, потому что... Собираюсь сделать, да, сейчас надо, надо, сделаем, потом будем рассказывать. Это все-таки сугубо алматинская история. Это алматинская история, это точно, да. Там раньше всегда был дефицит, с чем поесть, попить, вот я думаю, сейчас таких проблем нет. Вот как раз таки уровень сервисов в Алматы, там уровень бизнесменов в Алматы уже такой высокий, что я думаю, что этот вопрос, который беспокоит меньше всего раньше, действительно, мы разаботились о том, Я просто вспоминаю твой дед. свои деда. Что-то мы какие-то соседские к тесте с собой приносили, еще что-то. Да, я помню даже, когда VIP-места были, вот эти вот, самые дорогие места, самые дорогие места, это столики, они были простые, пластиковые, по-моему, еще это столики, пластиковые кресла, пластиковые столы, и это были самые дорогие места. Понятно, в этом году уже будет совсем... Зонтиками от Кока-Колы. Да, 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 примерно так было, да. Сейчас, сейчас, если зонтики от Кока-Колы, если и появятся, то это будет, конечно же, за деньги. Да, Кока-Колы, связитесь с нами. Да, связитесь с нами, пока с нами не связалась Pepsi-Cola. Да, какой будет лайнап? То есть, в этом году конкурса не будет, значит, будут звезды. Да, то, что касается звезд, это само собой, но начнется все с казахского дня, потому что для нас это очень важно, и мы должны показать, что конкурс возрождается, и этим днем, казахским днем, мы хотим показать всю, ну, как бы, связь времен и поколений, да. Уже согласилась Бигуль Ахмедовна Тульгенова дать бада, она хочет сама даже приехать на Минск, Мидео, и выступить с пожеланиями, да, как бы, и мы покажем в этот день историю развития нашей вот эстрадной музыки. Мы хотим показать, как это все развивалось. Отдельный блок, я уже могу, забегая вперед, наверное, сегодня буду рассказывать, понятно, там все воспоминания будут обо всех, и Дос Мукасан, и Жетоген, и Роза Коныштарбаева, как бы, отдельный блок у нас большой стоит, это, конечно же, А студия с Байгалисерки Байма, прямо вот здесь, вот, дома, прямо вот здесь сидел Байгали, мы сидели, планировали выступление, как будет идти группа Астудио, кто будет вместе с ними. Более того, в момент Казахского дня будет производиться съемка художественного фильма. Мы уже даже с Факадом договорились, режиссером, «Солдат любви», «Солдат любви», «Солдат любви», фильм называется, рабочее название, пока «Солдат любви», они тоже, люди творческие, они по названию очень-очень сильно спорят, но там, это настоящий казахстанский мюзикл такой, и звучат песни о студии, и из-за того, что песни звучат о студии, я больше, чем уверен, это прямо фильм, который будет супер успешным, просто даже хотя бы из-за того, потому что на него пойдут и дети, и взрослые. И в момент «Азия до усы» тоже будет сниматься небольшой кусочек фильма, и этот кусочек обязательно попадет в кино, то есть все участники, кто придет 28-го числа, 28-го июля на стадион на Медео, они по сути дела станут участниками этого фильма. Я был на Био-фесте в прошлом году, и Лайна был впервые исключительно из казахских исполнителей, молодых. И у нас, да, я просто не договорился. И после, и после, тогда у нас будет ну, понятно, вот история вся воспоминаний, это вот как бы первая часть, а вторая часть построена вся полностью на выступлениях молодых казахстанских звезд. Рэперы будут. И рэперы будут, там все будут. Это же, мы же все, я что хочу показать этим днем? Я хочу показать, что мы единое целое. Если посмотреть на нашу культуру, мы находимся в подделении наших друзей, которые вокруг нас, они на нас очень сильно влияют, как бы мы смотрим, учимся у друзей, но не надо забывать о том фундаменте, на котором мы стоим. У нас очень большая красивая история есть позади, и у нас есть красивые имена. Я хочу как раз это все связать и прийти к современной казахской музыкальной культуре. Я так скажу, наверное, практически все известные молодые ребята выступят на этом концерте, кроме Димаша Кудайбергену и Димаша сразу отвечу, там Димаш отказался, у них была программа, они, по-моему, что-то меняют у себя, наверное, я до конца не знаю, кроме Димаша. А вся остальная молодежь, а вся остальная молодежь будет, и это будет что-то крутое. С ними еще переговоры я не проводил, у нас занимается организация концерта вообще вот этого дня Азат Абакен, молодой продюсер, тоже специально говорю, молодого продюсера, и он выстраивает вот эту, особенно вот эту вторую часть, первую часть я практически все рассказал, потому что ее делают ветераны типа меня, а всю молодежную часть, конечно же, делают такие люди, как Азат Абакен. Сколько будет стоить билеты? Билеты будут, я начну с недорогих, они будут от 10, которые самые недорогие, от 10 до 25 тысяч тенге, в зависимости от артистов. У нас заключен на данный момент на 29 числа у нас концерт зарубежной музыки считается, плюс гости, и у нас будет выступать ну уже можно сказать группа Black Eyed Peas, Black Eyed Peas приезжает, и вот уже буквально через несколько дней начнется такая достаточно мощная реклама. Только в ИЛАМ или все вместе? Все вместе, но без Ферджи, понятно. Black Eyed Peas, но это очень круто. Все, я уже вот прямо иду в данный момент, выбегаю на Мидеон. И очень важно, почему еще важно приглашать дорогих звезд, понятно, это дорого, понятно, билеты стоят дороже, но за этими звездами приедут люди из других стран, приедут те же люди, которые сидят и живут в Дубае, что сел на самолет через 5 часов ты здесь, и они приедут на концерт посмотреть. Что говорите, я был на концерте Нейо, и эта звезда классная, но не масштаба Black Eyed Peas, и то на улице стояли просто толпы, если можно так сказать, людей. Я говорю, вы откуда? Они говорят, мы из Кыргызстана приехали. Вы откуда? Мы из Ташкента прилетели. И так далее, и так далее. То есть, а когда ты привозишь подобные величины, это пример Грузии показывает, что к тебе съезжаются все. Арманжамер Кеевич, давайте прогуляемся по вашему прекрасному саду. Я думаю, когда вы купили этот участок, это была окраина города. Это была окраина города, но я сам с этой окраиной, здесь орбита недалеко. Там парень вообще с орбиты. По современным меркам такая территория, это прям успех, да? По современным меркам, да. Но так как это был 2003 год, здесь были сады до этого. И эти сады я очень хорошо знал и помнил, потому что в детстве мы сюда ходили за яблоками. Несанкционировано, конечно. Ну, это понятно, да. Не было желания, не знаю, продать участок, построить дома? Нет, нет, ни разу. Потому что здесь же как бы собрались, все друзья же здесь собрались. И здесь сразу изначально мы искали место, где нам желательно дома, чтобы рядом стояли. У нас даже договоренность, что между нами там заборов нет. Аференда? У нас нет заборов. А кто рядом живет? Со мной Нурлан Смогулов живет рядом, ближайший сосед мой и друг по шести, да? Вот, Джамбулат, Сарсенов, вот я между ними, мой дом между ними. Почему все-таки в Форбсе нету, некоторых людей не было? Но нет официальных источников дохода, официальных, подтвержденных. И потом, богатство, это же такая вещь, не обязательно там, я не знаю, попадать в Форбс и быть богатым человеком, потому что богатых людей очень много в Казахстане. Ну, там, я так скажу, там 10 миллионов, 15, 20 миллионов, это уже очень много. Это уже достаточно состоятельные люди могут там жить. Просто у нас порог там, по-моему, от 80 начинается. Но еще раз, здесь для всех нужно понимать, что не мы кого-то ставим в Форбс, ребята, не мы ставим вас там в списке или что-то такое. Это вы сами достигаете результата и попадаете. Мы просто отображаем. Мы просто журналисты и наши аналитики работают, собирают информацию из открытых источников только. Форбс 30 до 30. О, это классно. Это мой любимый рейтинг, я больше всего люблю. Именно про этот рейтинг. Потому что, как говорит Досом Садпаев. Он поздно появился, мне уже исполнилось, там, в 14-м году 30, в декабре, и я не попал. Да. А казахстанский еще позже, чем американский появился. И вообще, честно говоря, действительно мы его поздно запустили. Я вот почему еще хочу поразить фразу Досом Садпаева, чтобы она здесь была. Если хочешь увидеть будущее, посмотри на молодежь, это вот именно про этот рейтинг. Это общая площадка для вас и ваших соседей. Да, конечно. Здесь мы сразу задумали, что именно теннис. Просто сейчас люди подумают, ничего себе, тут угодья. Нет, нет, нет. Здесь это на всех друзей, так что надо поделить на 8. Можно ли купить обложку Форбс? Да нет, конечно, это невозможно. Просто это с самого начала было невозможно. Более того, в 2010 году, когда уже было понятно, что мы будем Форбсом заниматься, в интервью уже изначально сказал, что это невозможно будет, есть принципы. Вообще, у меня то, что касается журналистских принципов, они внутри меня достаточно глубоко сидят, и я их не перешагиваю, потому что я, понятно, бизнесмен, но я по образованию журналист, я предприниматель. Я там не позволяю себе там на повышенных тонах разговаривать с редакторами, указывать им, что бы то ни было делать. Никогда себе не позволяю. Ни на 31 канале, ни на форке. Мне стало стыдно, да. Я в своей работе это делал. Все вещи, которые жестко ругали. Нет, понятно, бывают случаи, когда приходится поругаться, бывают там случаи, когда есть вопросы жизни и смерти, можно сказать. У нас же тоже и обыски были, арестовывали журналистов, и сами мы под репрессии попадали, как бы, разные бывают ситуации, приходится делать неприятные вещи. Это вообще опасная профессия. Профессия журналистика в Казахстане сверхопасная, потому что ты не знаешь, на какой мине ты можешь подорваться, причем за действительность. Это очень правильно сказано. Арманжан, смотрите, мы там с вами летали в командировки зарубежные, я вас часто вижу в городе, вы всегда в таком ресурсе, в энергии, всегда на позитиве, в любое время дня. Пока мы там пытаемся проснуться, вы уже обошли весь мир. Как так происходит? То, что касается энергии, понятное дело, что у каждого, наверное, свой организм как-то устроен, но могу сказать одно сейчас, что однозначно нужно делать то, что забирает у тебя энергию, меньше. Про себя могу сказать, так, что обратил внимание, что спиртное забирает очень много энергии. И меньше употреблять спиртного, крепкого спиртного, и тогда у вас будет просто больше энергии, особенно, ну, там... А мне кажется, еще и больше дней. Больше дней, больше часов, утро раньше начинается. Вот, допустим, алматинцы могу сказать, что, если кому интересно, в 4.30 уже начинает светать в Алмати, в 4.5 вы можете уже выходить, вот, в 6 стоит солнце, алматинцы, чтобы вы знали. Ну, вот, 6 лет назад, я помню, мы с вами летели на самолете вашем, и до сих пор у вас авиакомпания? У меня авиакомпании нет, но самолеты остались, да. Да. И вы мне дали классный совет, вы сказали, бей, вот, у тебя столько много холостого хода, ты столько всего делаешь, что не приносит тебе прибыли, и при этом выгораешь. Для меня это был отличный совет, и я, по сути, именно, по-моему, в том году все, что у меня отнимало энергию, такие региональные радиостанции, журналы, я от всего избавился, и начал заниматься тем, что мне нравится, социальными сетями, и так далее, и так далее, это все начало приносить доход. Когда-то, очень давно, это очень давно было. Это благодаря тебе эта машина здесь стоит вообще. Мы делали мероприятие в Rolls-Royce Алматы, мы там презентацию делали, потом Rolls-Royce канул в лето от Алматы, но были специальные суперцены. Очень хорошие цены. 50% скидки, это очень сильно подкупает любого казаха. Да, и Армандзел Мерекевич купил Rolls-Royce Ghost, причем немногие разбираются, у него за счет вот этой вещи она показывает, что это специальная комплектация. И ручная работа это вручную нарисовано. причем полоса в целом опция, а вот такая полоса это отдельная опция, что говорит о том, что у Армандзел Мерекевич есть вкус, ну и, конечно, как сказать, чуйка на хорошие цены, потому что я думаю, он так же и стоит, он не падает в снега, как чип. Я не проверял, я хорошо покупаю машину, но очень плохо продаю. Это про меня. Я, кстати, вот этот Bentley, он из Bentley Алматы года 14-го, по-моему, половина бартером была на Forbes. Нет, мы, конечно, все заплатили в любом случае. В итоге я просто помню, да, я как будто бы, знаете, хранитель моих автомобилей. Ну и это новая машина, мне просто понравилось. Красное знамя. Да, очень понравилась машина и прямо это мой первый электрокар. У меня раньше не было электрокару. Просто в восторге от машины. в восторге от того, что она просторная, большая, удобная. Почему львы? Львы, это моя мама решила. Сама занялась, сама упаковала где-то из Индии. Долго ждали этот груз. И причем она радовалась. Еще интересный просто момент фонтан. Так и не работает. Так хотелось, это вот наши мечты 2003-го года, чтобы перед входом был фонтан. не, он работал. Это классика всех казахских домов, чтобы оно так было. Классный альбом. Я увидел столько известных людей. Да, это прямо вот то, чем мы занимаемся и чем... История казахстана. Надо оказывать себе тоже на заметку персонально. Тебе, чтобы этот фиксировать, запоминать, саглографы собрать. Книга. Книга. Я хочу вручить Бейбут. Я вообще смотрю. Да, да, да. Это мой подарок. Хочу разговаривать. Да, да, да. Ты мне подарками. И я к тебе с подарками. Хочу вручить. Это моя первая книга. Я ее писал долгое время. Она посвящена десятилетию журнала Forbes в Казахстане. Вы прям сами писали? Я ее сам писал с помощью Газизы, моей помощницы и моего пресс-секретаря. Газиза за кадром у нас. Да, Газиза молодец. И она посвящена истории. Одиннадцатый год, двадцать первый год. Мы должны были ее издать в феврале двадцать второго года, но произошел Кантар и, понятное дело, что в это время я посчитал, что не очень хорошо будет издавать книгу, поэтому мы перенесли издание ровно на год. И она только вот в марте двадцать третьего появилась. Так все солидно выглядит. Все солидно выглядит. Конечно, все должно быть дорого-богато. Здесь история создания. Я думаю, будет поучительная, интересная. Подписывай. Обязательно. Я вот как раз хочу передать теплоту подписи, теплоту почерка, чтобы были воспоминания, чтобы когда ты будешь читать ее, ты знал, что она с подписью и с настроением, то, которое у нас было сегодня, в этот день, когда мы записывали передачу. Вот как вы держите это настроение? Не знаю. Потому что люди хорошие вокруг меня любят. Если честно, надо выбирать окружение. Мне надо, видимо, поработать с окружением. Да, с окружением. С утра я всех не люблю. Я скажу. К вечеру я люблю всех. Я скажу про окружение. Про окружение я скажу, что очень важно, кто идет с тобой и с кем идешь ты. Это очень важно. У Амарха Яма я часто цитирую эту фразу. Лучше будь один, чем вместе с кем попал. Это абсолютно точно и абсолютно правильная фраза. Так что внимательно смотрите за своим окружением. А мне повезло, что у меня вокруг меня все-таки в основном хорошие, красивые люди. Классно. Хорошо, что мы это снимаем. Потому что сейчас еще, если это не снято, значит, этого не было. Вот это реке подарок. Спасибо огромное. Спасибо. Вы красавчик. Посмотрите. Ну и что, друзья? Мы были в гостях у моего друга, старшего брата, наставника, первого работодателя. В общем, мы часто бывает где-то шутим, что я рад жить в одну эпоху с Арманджаном Байтасом, но на самом деле это правда. Спасибо вам, Маграб. Спасибо. Спасибо. Удачи. Удачи всем зрителям. Спасибо за то, что посмотрели нашу программу. Да. И оставляйте комментарии за самые лучшие из них. Я могу еще подарить Криву. У меня их тысячи экземпрома. Хорошо, они только вышли. За самые лучшие комментарии мы подарим вам вот эту эксклюзивную книгу от Forbes Казахстан и Арманджана Байтасова. Реально, кстати, да, книга первая Арманджана Байтасова. Это моя первая книга. Супер. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok